В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите итоговую программу «Город». В студии Татьяна Анкудович. Здравствуйте. Субтитры делал DimaTorzok В связи к участникам форума обратился губернатор Александр Дрозденко. Он отметил, что предпринимательство любого масштаба – это двигатель экономики. «Предприниматели – это особые люди, готовые рисковать, генерировать идеи, подстраиваться, меняться в хорошем смысле под меняющиеся идеи, ежедневно проявлять упорство, целеустремленность. Это люди, которые горят идеей и боятся потерпеть удачу, рискуют, когда падают, обязательно поднимаются удачи, добиваются успеха». Губернатор подчеркнул, что следующий год объявлен Ленинградской области годом команды 47. И предприниматели являются активной, значимой частью этой команды. Почетными гостями торжественного мероприятия в Выборге стали заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов, председатель областного комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай, глава администрации Выборгского района Валерий Савинов, президент регионального объединения «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» Александр Габитов. В приветственном слове гостям форума Валерий Савинов подчеркнул, что в Выборгском районе успешно выстроено взаимодействие бизнеса и власти. А новый Центр поддержки предпринимательства, который работает сегодня в полную силу, дает прекрасные возможности для совместной работы и учебы. Только в нынешнем году представителям бизнес-сообщества, действующим и начинающим, было оказано более 4000 услуг. Все мероприятия, реализуемые в рамках двух программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, планируются и реализуются совместно с нашими предпринимателями. Примером в 2021 году можно назвать обучение персоналу предприятий сферы обслуживания города Выборга. Участие в обучающих курсах винили 42 сотрудника из 15 предприятий города Выборга и районов. Судя по обратной связи от руководителей бизнеса, данные мероприятия позволили набрать уровень и качество обслуживания. Центр поддержки одним из первых включился в региональный пилотный проект по обучению старших школьников и студентов основам предпринимательства, добавил Валерий Савинов. Было создано учебное пособие «Школа молодого предпринимателя», которое в настоящее время используется и другими фондами поддержки Ленинградской области. По видеосвязи предприниматели региона поздравили с успешным окончанием года и главы администрации Гатчинского и Кирижского муниципальных районов. На пленарном заседании в рамках конкурса «Супергерои бизнеса 47» были представлены лучшие проекты этого года. Символический плащ «Супергероя» вручили и нашему земляку Роману Матвееву. Предприниматель организовал производство чайного гриба и напитков на его основе. Продукция компанией успешно реализуется на российском рынке и за рубежом. Вам нужно плащи лидеров? Вообще, да, плащ круто, мне нравится. Сейчас уже я думаю над теми проектами, с которыми я бы хотел обратиться в Центр поддержки предпринимателей. Возможно, что мы сделаем совместно для развития моего проекта и будем друг другу полезны. Дмитрий Ялов от имени губернатора вручил также награды лучшим бизнесменам по итогам работы за год. За эффективную работу, успехи в предпринимательской деятельности и социальную ориентированность благодарственным письмом награжден генеральный директор ООО «Випу-Ретурс» Виктор Дергунов. 13 декабря туристической фирме исполнилось 30 лет. Наталья Березовская, Александр Сорокин, медиагруппа «Наш город». Внезапное падение дерева может привести к трагедии. Чтобы такого не произошло, в городе проводят обрезку и вырубку зеленых насаждений, которые представляют опасность. Специалисты отдела благоустройства района администрации регулярно проверяют состояние деревьев в городских зеленых зонах, наблюдают за их здоровьем, выявляя больные и нежизнеспособные. Планы сноса или санитарной обрезки строятся, исходя из подобных ревизий и обращений от жителей. Работаем мы и в городе, в центре, и в Калинино, и работаем и на Выборгском, Северном поселке. Охватываем как можно больше проблемных территорий. Сейчас очень много будет работы проводиться и уже проводится в Южном микрорайоне. Это Кленовое, это Приморское шоссе, Гагарина. Этим занимаются три компании – комбинат благоустройства и две организации, работающие по муниципальному контракту. В первую очередь специалисты обращают внимание на деревья, растущие вдоль дорог, пешеходных тротуаров и дорожек, а также в местах, где сосредоточено много воздушных линий. Одним словом, где падение веток или самого ствола может привести к большим неприятностям. К примеру, это дерево признано аварийным и будет снесено. У него происходит излом основания. Причины аварийности деревьев разные. Грибы на стволе тоже могут говорить о его плохом состоянии, так как чаще всего они растут на уже гниющей древесине. Есть так называемые пустотелые деревья, как эти, внутри которых легко можно просунуть руку и вынуть оттуда мёртвую трухлявую древесину. Сейчас мы работаем в основном до Нового года. После Нового года будут ещё проводиться работы комбинат благоустройства по их плану. Если вы заподозрили, что какое-либо дерево может представлять опасность для людей, обращайтесь в отдел благоустройства районного комитета по городскому хозяйству. Телефон на экране. Галина Давыдова, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». От регистрации рождения до последней в жизни человека записи. Работа сотрудников управления ЗАГС связана со свидетельством главных моментов жизненного пути любого из нас. Этой государственной структуре 104 года. 18 декабря специалисты органов записи актов гражданского состояния отмечают профессиональный праздник. Он берёт своё начало в далёком 1917 году. Тогда был подписан декрет о гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния. В семейном праве появился первый законодательный документ, который установил принципы добровольного брака, равноправие супругов и детей и многое другое. Спустя столетия влюблённые пары и сегодня приходят в ЗАГС, чтобы подписать этот документ. Уважаемый жених и невеста, сегодня рождается ваша семья. Место атмосферное. Сегодня в Выборгском управлении ЗАГС работают 10 специалистов. Грамотно и верно заполнить документы им помогает знание законодательной базы. От них требуется коммуникабельность, внимание к людям, такт. Нелишними будут и основы актёрского мастерства. Высшая ступень в карьерном развитии – ведение брачных церемоний. Но в основном это всё-таки скрупулёзный труд с бумагами. В этом году в управлении продолжалась масштабная работа по конвертации документов. С 1 октября 2018 года начала работу Федеральная информационная государственная служба «Единый государственный реестр актов гражданского состояния», который объединил все органы ЗАГС в единую информационную систему. Это стало удобно для граждан в связи с тем, что человек может получить документ, зарегистрированный другим ЗАГСом. То есть, например, если человек проживает в Иборге, а родился во Владивостоке, в Иборге он может получить повторное свидетельство о своём рождении или о браке. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, количество брака в 2021-м увеличилось почти на полсотни. За 11 месяцев в Иборгском ЗАГСе официально зарегистрировала свой союз 821 пара. У нас соблюдаются ограничительные меры, масочный режим. То есть, на регистрации брака можно присутствовать до 10 человек, не считая жениха и невесту. Сегодня подать заявление на регистрацию брака через портал государственных услуг можно за год, заранее выбрав день. Минимальный срок – за месяц до свадьбы. Кстати, на следующий год уже заметно выделяются по популярности две даты – 4 июня и 22 июля. Поздравляют в этих стенах и супружеским долголетием. Чествую пары, не растерявшие за долгую совместную жизнь, любовь и нежность друг к другу. У бабули и дедули праздник свадьбы золотой. Крепкий брак другим наука, как союз вас сохранит. И всегда рука в руку все преграды проходить. Свидетельство о рождении с начала года было выдано 1199. Каждой семье вручили подарок новорожденному. Комплект необходимых на первое время вещей. Самыми популярными именами для мальчиков стали Александр, Михаил и Иван. Среди женских имен фаворитами стали София, Анна, Милана. Интересно отметить, что в 2021 увеличилось число желающих изменить свое имя. По этому вопросу в ЗАГС Выборгского района обратилось 120 человек. А в двух случаях молодые люди выбрали себе другие фамилии, чтобы поучаствовать в акции сетевого магазина. К сожалению, по сравнению с годом прошлым увеличилось число разводов на 49 случаев. Расторгли брак – 674 пары. Всего в 2021 году Выборгским управлением ЗАГС было зарегистрировано 5903 акта гражданского состояния. Это на 572 больше, чем годом ранее. И работа эта продолжается. Хочется поздравить коллег с профессиональным праздником и искренне поблагодарить за компетентность, ответственность в выполнении своих обязанностей, профессионализм и совместную слаженную работу. Отметим, что в настоящее время в управлении ЗАГС прием посетителей проходит без предварительной записи. Галина Давыдова, Виктория Иванова, Андрей Неробов. Медиагруппа «Наш город». Верните станции название. На заседании Совета по топонимике в городском информационном центре рассмотрели вопрос о внезапном переименовании железнодорожной станции «Лазаревка». Общественность и администрация Выборгского района возмущены той небрежностью, с которой обращаются с нашими геонимами. Согласно новому станционному указателю, пассажиры теперь отправляются в сторону Санкт-Петербурга с платформы «Лазаревка». Чиновникам от РЖД, вероятно, показалось романтичным именно такое название. Хотя наименование станции было дано в честь героя Великой Отечественной войны Владимира Лазарева, павшего смертью храбрых в 1944 году во время штурма Выборга. В настоящий момент администрации Выборгского района в адрес руководства РЖД отправлен соответствующий запрос. Они говорят, что это принято к сведению, но пока ссылаются на различные внутренние документы, которые они пытаются сказать, что они правы. Хотя все прекрасно знают, что длительное время она называлась «Лазаревка» во всех документах, во всех схемах, во всех путеводителях, расписаниях, а также связано с тем, что там есть учтенное воинское захоронение номер 83, одиночная могила Лазарева Владимира Петровича. Кроме этого, она подтверждена документами как-то об установлении границ территории, тоже является объектом культуры и наследия. Везде 100% Лазаревка. Вероятнее всего, ошибка закралась именно в формуляры РЖД, на которые ориентировались исполнители при изготовлении таблички, установленной на платформе. Еще один казус в названии поселка Житкова на указателе произошел в конце ноября по окончании дорожных работ на участке Выборг-Смирнова. Поселок также назван в честь красноармейца-разиста Николая Житкова, замученного в Белофинском плену в 1944 году и похороненного в братской могиле в поселке Кузьминское. Его фамилия пишется через Т, на указателе же значится Житкова, через Д. Об ошибке тут же сигнализировали возмущенные местные жители. К чести дорожников указатель быстро поменяли. В Дорожном комитете гражданам выразили благодарность за единодушную реакцию. Рассмотрели на заседании и еще один вопрос о присвоении одной из улиц в Выборгском районе имени Николая Рабазова, участника Выборгской наступательной операции. Письмо поступило от родственников героя, который первым со своей ротой ворвался в город, уничтожив три вражеских танка и множество другой техники. Он был награжден орденами Красного Знамени Великой Отечественной войны второй степени медалью за оборону Ленинграда. Погиб Николай Рабазов в районе нынешнего поселка Подберезье. Участники совета по топонимике единодушно отметили необходимость рассказывать детям на уроках мужества о тех, кто пал на Карельском перешейке. Помощник главы администрации Олег Лиховидов рассказал о том, что завершились работы по благоустройству садового сквера. На днях на постамент памятника Максиму Горькому была установлена табличка с фоксимиле писателя, а на двух стендах разместят информацию о нем, дополненную QR-кодом, по которому можно будет совершить виртуальную историческую экскурсию. Олег Лиховидов напомнил также, что продолжается работа по реализации программы «Комфортная городская среда» и предложил жителям до 24 декабря вносить свои идеи по благоустройству на 2023 год. Наталья Березовская, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Официальная делегация Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге посетила Выборг. Генерального консула госпожу Санна Мария Аванома и ее коллег торжественно встретили в администрации Выборгского района. Добрососедские отношения с Финляндией сохраняются даже в условиях пандемии. В ходе рабочей встречи говорили на разные темы. Обсуждали экономику, экологию, культуру, образование и, конечно, главный вопрос – возможность возобновления прежнего общения и перемещения между странами. Наши соседи, так же, как и мы, ждут, когда эпидемиологическая обстановка позволит открыть границы. Я только что была, например, Лаперранта, и там тоже они очень ждут, кучат тоже сюда, в Выборг, возможность посетить. И мы, конечно, надеемся, что туристы из России тоже Финляндии могут вернуться, но посмотрим сейчас. Сегодня я рада быть здесь, в Выборге. Мы рады здесь посетить. Будем посмотреть место, любимое место для многих винов. У вас прекрасный город, красивый город, люди приятные. Госпожа Санна Мария Ванама поделилась хорошей новостью. Возобновлено железнодорожное сообщение между Хельсинки и Санкт-Петербурга, отметив, что действующие ограничения на поездки пока никто не отменял. А перспективы дальнейшего взаимодействия двух государств будут рассматриваться только после снятия антиковидных запретов. Все города, которые мы в рамках нашего сотрудничества подключили к этому диалогу, также плодотворно реализуют все программы, которые были совместно намечены. Исходя из условий, которые сейчас созданы, мы видим и дальнейшие перспективы нашего взаимодействия и сотрудничества. И признательны за то, что у нас сегодня есть такая возможность продолжить наши диалоги уже в прямом контакте. В рамках рабочего визита финская делегация побывала и в Выборгском порту. Генеральный директор Ольга Ансберг презентовала гостям проект организации морского сообщения между Санкт-Петербургом, Выборгом и Коткой. А также попросила посодействовать в одном важном деле – помочь узнать, сколько на самом деле лет Выборгскому порту. 500 или 700. Без точной даты основания история предприятия выглядит неполной. Возможно, со стороны Финляндии будет оказана какая-то поддержка именно с точки зрения установки этой даты. Я думаю, что праздновать день рождения порта – это тоже такой важный момент для развития туризма. Потому что это можно превратить в городской праздник достаточно широкого масштаба, в международный праздник. Еще одна просьба руководства порта касалась возможного содействия Финляндии в создании концепта для здания бывшего хлебозавода. Выборгский порт выкупил творение финского архитектора Эрке Хутунина и надеется его отреставрировать. Правда, первоначальную идею – организовать там креативное музейное пространство – исключила та же пандемия. Есть мысль создать в здании морской инженерный центр. К примеру, компании, производящие технику, могли бы открыть здесь свои лаборатории, а студенты – приезжать учиться. Госпожа Санна-Мария Ванема отметила, что это хорошая идея. И что мне лично тоже всегда нравится. Конечно, нам надо современно и все. Но что мы тоже, как это, кунетам и ванга. Чтобы мы уважали и отдавали дань прошлым временам. И это интересно тоже, да. По завершении деловой встречи финские дипломаты отправились в библиотеку Алвара Алта, где их встретила директор учреждения Елена Рогозина. Рассказывая о насыщенной жизни библиотеки, Елена Сергеевна привела гостей в «Святая святых» – хранилище самых редких экземпляров. С различными печатями на титульных листах, которые рассказывают, каким же образом и откуда пришла книга к нам в библиотеку. Гости пополнили богатый фонд библиотеки Алта книгами известного финского писателя Маури Кунас, автора комиксов и иллюстрированных изданий для детей. Первый визит выборка госпожи Иванома, по ее словам, произвел на нее приятное впечатление. В следующий раз она планирует приехать в наш город в следующем летом. Галина Давыдова, Александр Сорокин, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город». Кубки, дипломы и медали ждут своих будущих хозяев. В центре внимания – повелители мяча и гроза ворот. В Выборге в торжественной обстановке подвели итоги футбольного сезона. Поздравить спортсменов и вручить им заслуженные награды – в спортивный зал на улице Круговой приехал глава районной администрации Валерий Савинов. В своем выступлении он отметил, что степень подготовки выборских футболистов на самом высоком уровне, а футбольный клуб «Фаворит» вновь подтвердил заслуженное звание лучшего в Ленинградской области. К слову, в этом сезоне наши команды завоевали шесть призовых мест, среди которых два третьих, три вторых и одно первое. Самое главное, что в клубном засчете мы очередной раз заняли первое место, что показывает результативность работы всего клуба в целом, начиная от команды ветеранов, взрослой команды, юношеской и детской. Поэтому я думаю, что это далеко не лучший наш результат, но он хороший. Спасибо всем за участие, спасибо всем за работу. 12-летний Кристиан Важев футболом занимается уже почти шесть лет. В этом сезоне он стал лучшим вратарем Ленинградской области. Как результат его усилий – этот увесистый кубок. Самые сильные соперники были «Спартак Луга» и «Ленинградец» Гачина. В целом он пошел хорошо, я доволен. Хотелось бы точно так же провести следующий сезон. Тренирует Кристиана и его товарищей Сергей Немов. С детьми он работает уже 14 лет. Кстати, в свое время его тренировал Владимир Долгих, нынешний председатель Комитета культуры, спорта и молодежной политики. Теперь опытные футболисты пожинают плоды своих трудов. Из 20 туров, которые наша команда провела, 20 игр за сезон, у нас одна ничья, все остальные победы. То есть в единственной игре мы в ничью сыграли. Ничего другого мы для себя как цель победить в первенстве не ставили. Мы к ней уверенно шли. За это огромное спасибо каждому футболисту, потому что они понимали, для чего они работают и, само собой, достигли этой цели. Я горжусь каждым футболистом своей команды. Футбол – это командный вид спорта, но каждый футболист, он вкладывает свою частичку. Поэтому мы и победили. Еще один лидер первенства Ленинградской области – Кирилл Самусенко. В этом сезоне молодой человек забил ни много ни мало – 50 голов. Теперь его по праву называют лучшим бомбардиром. Ликование победителей и трогательный поцелуй медали. Сегодня они чемпионы. Кстати, в этом году такого количества достижений в различных номинациях, как у фаворитовцев, нет ни у одного футбольного клуба в Ленинградской области. А это неоспоримый показатель профессионального уровня Выборгской школы футбола. Татьяна Анкудович, Александр Сорокин, медиагруппа «Наш город». Выборгский дракон и где он обитает. Настоящую новогоднюю сказку для зрителей всех возрастов подготовила команда нашей авторской программы «Выборгская сторона». Ее ведущий Владимир Кочетков приглашает всех любителей приключений в волшебное путешествие по заповедным местам Выборгского района. Вас ждет знакомство с русскими народными сказками и мифическими существами, обитающими совсем рядом с нашим городом. Секреты и новогодние традиции Выборга от Средневековья до наших дней. А также встреча с финским Дедом Морозом Йоулу Пуки и, конечно же, с выборгским драконом. Не пропустите новогоднюю сказку в программе «Выборгская сторона» в ближайшую субботу, 18 декабря, ровно в 19.00. На этом наш выпуск завершен. Увидеть программу «Город новости по Выборгске» вы можете в любое время суток на сайте выборг.тв и в группах Выборг ТВ в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова